Зоя? Саша, как тебя? Как тебя чувствуешь, деточка? А что вы здесь делаете? А, да вот не спалась и решила рыбный пирог испеку. Вы утром проснётесь, а свежий пирог на столе. Ага, ясно. А в сумке что? В сумке? А, в сумке? В сумке мои вещи. Руки! О, так вы у нас иду воруете. Милая, я и не ворую. Просто у вас кое-что пропадает, а зачем же его выбрасывать? Ясно. Пойду разбужу папу. Саша! Что? Саша! Саша, не говори папе, он же меня уволит. И правильно сделает. Тогда у меня тоже есть что ему сказать. Я слышала, что ты потащила Лизу в грозу. И если Олег об этом узнает, то ты не скоро сможешь видеться со своим мальчиком, о котором он, кстати, тоже ничего не знает. С каким мальчиком? Милая, ну зачем нам с тобой ссориться? Я же у ушей этого дома. Иди в кровать, тёточка. Иди, милая. Иди в кровать, тёточка. Комендую лизу. Эфін, весь cord, смотрите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Вот твоя рубашка. Это нечестно. Почему? Ну, потому что я должен был приготовить что-нибудь вкусненькое. Открыть бутылку вина. А ты взяла и нарушила все мои планы. А не слишком ли ты спешишь? Как-то рано. В смысле, утром? Ну, окей. Тогда круассанный кофе. Не могу. Я и так опаздываю к Саше. Ну, ладно. Тогда давай я тебя отвезу. В смысле? А-а-а. Прямо туда? Ну, ладно. А-а-а. 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 – Ты уверенней? – Спокойней. Луна! Ну, для первого раза я же смело держалась. Для первого раза отлично! В следующий раз подумай на железе или, может, всё-таки на Луне. Всего доброго! На, пошёл! Привет. Привет. Так что сегодня я тебя домой буду везти? Нормально? Нормально. Нормально. Только не хватает объёма. Поправить самосвет? Да? Давай. Этот? Нет. Блин, дура. – Сюда. – Да. Да. – Привет. – Привет. – Скажи, что это бездна. – Она самая. Придумала, куда повесишь? Э-э, да. Ну, так-то так. Здесь. Здесь. А кто это? Сестра. Поможешь поправить свет? А как давно ты делала это фото? – 14 лет назад. – Ого. А где сейчас твоя сестра? Погибла. Извини. Ну, как тебе такая композиция? Плохо всё это. Ты знаешь, я, видно, устала. Извини, не получается у меня. Давай перерыв сделаем. Лиз, прости. Просто… Просто это фото, оно как… Оно как будто на контрастах. Ты знаешь, твоя сестра так улыбается, но фото… Фото такое печальное… Эта улыбка… Это было последнее, что я видела на её лице. Перед тем, как она… Слушай, погода такая классная. Давай встроим пятник во дворе. Ты спускайся, я… Сейчас. Прости меня. Пожалуйста. Па, ты чё, на рыбалке был? Был. Смотри, сколько трассе я тебе вымою. Блин, а чё мне не сказал? Я бы с тобой поехала. Поехала бы. Если б с температурой не слегла. Слушай, по-моему, ты сейчас язвишь. А это не очень хорошо для здоровья. Кто бы говорил, а? Мой маленький злобный учитель. Ладно, давай свою сетку сюда. Иди переоденься, а то у тебя рыба воняет. Капец. Папа, карасей поймал. Приготовьте на ужин. И, кстати, не забудьте себе немного стырить. А я на вам сэндвичи приготовлю. Давай. Я тогда займусь лимонадом. Слушай, ну, такое себе преступление. Ну, украла две панки консервов. Может, у неё проблемы денежные. На еду не хватает. Угу, не хватает. Ну, вообще, недавно у папы в кабинете шарилась. Зоя убирает весь дом. Это нормально. Лиза ночью. Она что, и ночью там убирает? А когда я рассказала об этом у папе, она такая, типа, ну, ей это все приснилось. Ну, как так? Что, они вообще тебе не поверили? Угу. В этом доме мне вообще никто не верит. Все считают, что я какая-то ненормальная. Типа, у меня галлюцинация и все такое. Зоя Ветрова. Здравствуйте. Добрый день. Я звоню по поводу вашего внука. Да, я слушаю. А что у тебя с этим симпатичным курьером? Да ничего, конечно. С чего ты вообще взяла? Я просто ему нравлюсь. А он тебе? Немного. Ну, или больше, чем немного. Он просто, он не похож на мою семью. Он такой легкий, свободный, что ли. Сегодня здесь, а завтра уже на своем обеде куда-то к морю едет. Не то, что я. Я даже на местную дискотеку сходить не могу. А куда бы ты больше всего хотела поехать? Не знаю. Наверное, я бы хотела видеть океан. Угу. Побывать на нем. Поплавать. Подышать им. А потом с местными жителями устроить бы вечеринку на берегу. Мы бы разожгли костер и и жарили на нем акулу. Акулу? Да, акулу. И танцевали бы до самого утра. Правда, до самого утра. Я думаю, нет ничего невозможного. Я ее никогда такой счастливой не видела. Ей просто надо было вырваться за пределы дома. О! Здорово, Паштет. Здорово. Ты что, не совсем? И что, не веселишься? Да не весело, потому что. О, это не дело, старик. Ты заставь себя. Сашка, на каком мы сейчас острове? Карасики. Класс. Внимание, внимание. Наш корабль потерпел крушение. Где-то возле Мадагаскара. Мы приплыли на необитаемый остров, поймали на ужин рыбку и радуемся тому, что выжили. Ну что, давайте выпьем за наше кругосветное путешествие. И кто это тут собрался пить без бот? Смона? Привет, Игорь. Привет, на. Спасибо. Теперь, когда мы все действительно в сборе, предлагаю поднять наши кокосы. Предлагаю каждую неделю куда-то отправляться. Отличная идея. Давайте в следующий раз поплывем в Бразилию на карнавал в Рио. Да! Ура! 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 Да, Алик. Паш, ну что ты там? Давай подходи и съешь что-нибудь. Да нет, спасибо. Я в машине погоду. Скажи, когда Лизу надо будет везти. Да, я наберу тебя. Ага. А вы знаете, для чего им нужны были эти повязки? Может, потому что один глаз был некрасивый. Когда пират спускался... Прохладно, что-то я оденусь. Переставлял повязку, чтобы второй глаз, который был закрыт, лучше видел в темноте. Это точно прохладно. Рокки, ну что ты делаешь? Ну, горячок. Подумал, вдруг тебе холодно. Есть немного. Спасибо. Неложна. Я уже поеду скоро. И Паша ждет. А Паша? Так Паша подождет. У него профессия такая. Ждать. Тем более, уж коль мы на необитаемом острове, я бы не советовал разбредаться. Это может быть опасно. Ну, ты же уже взрослый мальчик. Наверное, знаешь, что в полночь все сказки заканчиваются. Не знаю. Не знаю. Видимо, когда ты читала свои сказки про принцесс, я играл с солдатиками, а у нас там другие правила. По-моему, они нравятся друг другу. Смотри, как он на нее смотрит. М? Ну, так это же хорошо. Ты теперь не будешь меня к нему виновать. Как сегодня твоя йога? Папа, 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 а можно Лиза у нас останется на ночевке? Пожалуйста. Конечно. Да и вообще, пусть всегда остается, когда захочет. Спасибо. Лиза, Лиза, оставайся сегодня у нас. С папой я уж договорилась. Нет, Саш, я поеду. Ну, пожалуйста, 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 пожалуйста. Ну, а как же танцы до утра? Лиза, ну, чем более у тебя завтра выходной. Ладно. Ура! Осталось. Зря ты разрешил. Почему? Ей ехать далеко, километров пятьдесят. А у нас места полно. Потому что Саша к ней привыкает. А для Лизы это просто работа. А что ты будешь делать, когда Лиза найдет себе работу поинтереснее? Да, Олег. Как ты там, Паша? Я у двоей, пора ехать. Слушай, прости, что задержал. Да все в порядке. Лиза у нас переночует. Прости, что не отпустил раньше. Да нет, все нормально. Мы только сейчас решили. Да, да, я понял. Давай, пока. Уха! Уха! Твой ход? Вы же целовались, да? С кем? С кем, с кем, с кем. С дядей Игорем. Целовались? Нет. Вообще не знаю, с чего ты... Ходи давай. Да ладно тебе. Я же вижу, как он на тебя смотрит. Не знаю, что ты там видишь, но ты проигдала. Все. Нет, блин, дай отыграться. Отыграешься завтра. Нет. Ну, поздно уже, правда. Лиза, нет. Да. Все. Иди давай. Какая нудная. Слушай, а можно я с тобой останусь? Почему? Ты чего, ты боишься? Нет. Ну, меня достала моя комната. Я же с нее никуда не выхожу. Так что, можно? Ладно, иди сюда. Кам. Только при одном условии. Если расскажешь, в чем дело. Иногда я кое-кого вижу. Папа думает, что это галлюцинация. Но... Но это не так. А ты видишь кого-то или какой-то... Это мама. Ну, в смысле лица я ее не вижу. Но она в своем платье. Она сначала стучит в дверь моей комнаты. А потом, когда я открываю, она уже очень далеко стоит. Замечает меня. И начинает приближаться. Это очень страшно. Я не выдерживаю и закрываю двери. И... Послушай, ну... Иногда мы... видим... то, что очень хотим увидеть. Что-то... или кого-то. Просто нам... без них очень плохо. Нет, Лиза, это не так. я не хочу ее видеть. Она меня пугает. Она хочет меня забрать. Хочется, чтобы я вошла с ней. И когда-нибудь я так и сделаю. Саша... Ты чего? Тебя никто не заберет. Слышишь? Саша... Не... Не... Тебя... Саша... Саша! Саша, Крис! Саша! Саша! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Игорь, доброе утро. Знаешь, было странно сегодня тебя видеть на машине. А ты правда думала, что я псих, который по городу ездит на лошади? Ну, я бы не удивилась. Очень красивое место. Значит, это не только любимое место Сашки, но и твое? И Олега. Отец часто приходил сюда рыбачить. Ну, и брал Олега с собой. А меня не брал. Но я все равно тайком прибегал сюда вслед за ними и наблюдал. Наблюдал за идеальными отношениями отца и сына. А мама? Вы с ней ладили? Да. С мамой я ладил. Пока она не умерла. Это отец ее до этого довел. Он, кстати, мастерски умел это делать, доводить. Извини. Ничего. Я думаю, если бы мама была жива, все могло быть по-другому. Отец всегда относился ко мне как к чужому. Он даже не брезговал считать, что мама меня нагуляла. А я слишком долго хотел ему понравиться. Слишком долго. Что-то я разоткровенчался. За мной обычно такого не водится. Это все вино. Да. Может быть. А может быть, это ты. Доброе утро, Елизенька. Доброе утро. Саша. А вы Сашу не видели? Была на завтраке, потом к себе поднялась. А, наверное, во дворе. Да я только оттуда, ее там не было. Ну, где же она? Около часа она провела с подругами. Потом уехала на цветочную. И что он там делал? К ней подсел вот этот парень. А потом они вместе уехали. И я не знаю куда, извини, я их потерял. Убери, я не буду есть. Олег Сергеевич, что-то не так? Мы можем переделать. Света, все так, просто убери. Уехали, значит. Что ты нервничаешь раньше времени? Может, это просто ее знакомый. Вот ты и узнай это. Ну что? Нет. Я посмотрела во всех комнатах, даже в кабинете была, нет ее. Надо звонить Олегу. Игорю звонили, может, она у него? Звонила, нет. Давайте я по ближайшим улицам проедусь. Давай. Знать бы, куда ехать. Может, она с кем-то сдружилась. Я не знаю, может быть, у нее какие-то новые знакомые появились. Лиза. Я не уверена, но... Саша! Иди сюда. Где ты была? Я просто решила прогуляться. Что здесь такого? Что здесь такого? Саша, ты отдаешь себе отчет? Ты просто решила прогуляться? Ты взрослый человек, ты должна понимать, что в любой момент тебе станет плохо. И кто тебе сможет помочь? Кто тебе поможет? Да не кричи ты на меня! Меня не было всего полчаса! Тебя не было больше двух часов! Это откуда? Ты мой старый браслет. Саша, зачем ты мне врешь? Откуда он у тебя? Кто тебе подарил? Тот, у кого ты была только что? Я тебя спрашиваю, откуда он? Кто тебе его подарил? А, так это тот браслет, который мы с тобой купили месяц назад. Да, это он. Ну да, когда ее на флюорографии возил? Наказать по тебе. Чем? Может, домашним арестом? Спасибо, что ты прикрыл Сашку. В следующий раз не прикрою. Олег Сергеевич прав, ей нельзя выходить одной. Это опасно. Господи, да она же просто влюбилась. Не знаю, мне кажется, что эти влюбленности, эти бабочки в животе, они наоборот только помогают ее сердцу. Ну да, пока он его не разобьет. Да, Лиза, иногда такое бывает. Ты, кстати, тоже будь осторожна. Мне кажется, или ты сейчас намекаешь на что-то? Игорь очень непростой. Ты бы получше к нему присмотрелась. А, угу. С чего ты вообще взял, что мы... Да мы просто общаемся, все. Ясно? Ясно? Привет. Привет. Где была сегодня? Опять с подружкой? А, я же тебе забыла сказать, что Ксюшка же замуж выходит. Представляешь? Какая Ксюша? Ну, как это какая Ксюша? Моя одногруппница. Помнишь? Нет. Поэтому мы с ней вчера в часа четыре занимались всеми этими организационными моментами. Ужас. Часа четыре. Долго. А сегодня что? Сегодня мы платье выбирали. По магазинам ездили. Устала. Я в душ. Ладно. Да, ладно. До завтра? Да, пока. Привет. Привет. Что ты тут делаешь? К себе пригласишь? А у меня что, есть варианты? Нету. Пойдем. Я распыляюсь, как пыльца, не видя света. В твоих глазах что-то кружит мне. Чтоб любить тебя, Чтоб не лгать тебе, себе, ему и ей, никому. Я так хотела полюбить, Но где же тело, что хочет жить? И растеряла я все, что несла в себе. Чтобы отдать тебе, себе, ему и ей, но никому. Музыка. 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 Пап. Это ты? Вы? Здесь кто-то есть? Мамочка, пожалуйста, мама! Пожалуйста, мама! Мама, пожалуйста! Мама! Поехали! Алло, Лиш, она опять приходила? Нет, Лиза. Нет, она плохо себя чувствует. Да, поэтому я считаю, что сегодня никаких занятий быть не может. Я понимаю. Хорошо. Да. Да, наверное. Хорошо, Лиза. Я очень надеюсь, что ты права. Да, я тогда звоню Паше, он выезжает из дома. Все, пока. Я все правильно поняла. Лиза сюда едет? Да, ты все правильно поняла. И еще она переезжает к нам на некоторое время. Ты что, серьезно? Абсолютно. Подожди, в смысле она переезжает к нам? Ты вообще головой своей думаешь, Олег? Ты что, не видишь, что Саша совершенно бесконтрольной становится с этой Лизой? Хватит! Саша моя дочь. И я считаю, ей так будет лучше. Да? Тогда хорошо, пусть Лиза и будет для нее сиделкой. Я уехала. Кристина. Ой, да все, хватит. Кристина. Привет. Привет. Смотри, что я принесла. Вау. Устроим сегодня пижамную вечеринку? А что, папа разрешил? И ты правда переедешь? Да? Но я же обещала. Ой, это семейный альбом? Да. Можно я с тобой посмотри? Да. Это ты? Да. Смешно. Сколько тебе здесь? Пять. Это я к бабушке уехала. Какой модница. Это мама. Очень красивая. Да. Это я ее сфотографировала. На последний ее день рождения. В этом плоте она ко мне приходит. И настояло. Нет. В туфете с поза. В нами. В солнце. В прямо к бариже. И это не только покажет. Верните. В Бога. Верните. 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 КОНЕЦ 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 Кто здесь? Кто здесь? Ай! Черт! КАШИ А потом я отключилась. Слушайте, ну я прошлась по дому, все на месте, ничего не пропало, держи. Замок вроде целый. Ну как? Как такое может быть? Как можно влезть в чужой дом? Кто тебе дал такое право? Зоя, вас ничего не украли? У меня-то что воровать? Слушайте, может надо вызвать полицию? Может. Может. Только вот у нас ничего не пропало. Следов взлома тоже нет. А писать ты никого не можешь. И травму сама заработала, так что какой смысл? Нет, ну надо же что-то делать. Я позвоню сейчас в службу охраны. И все? Ой, ладно, решай, сам я пошла. Как только земля таких носит. Нет, ты что, серьезно? Думаешь, что никакого призрака не было? И все время меня пугала Зоя. Да нет. Ну если ты ее пару раз поймала на вырастве, то да, логично убедить всех, что ты сумасшедшая. Привет, девчонки. Привет. Привет. Я слышал, что у вас вчера произошло, а вы как? Это была Зоя. В смысле Зоя? Зоя наш вчерашний взломчик. Походу опять что-то стырить хотела. Олег сказал, что ты его не рассмотрела. Я видела тапочки. А у Зои они такие же. Надо папе позвонить, пока он не уехал. Так, девчонки, успокойтесь, ладно? Я Зою с детства знаю. Она к нам как к своей семье относится. Так что вы поаккуратнее с такими обвинениями. Тапочки. На локтях плавно поднимаемся. Отталкиваясь руками сзади, садимся в любую удобную позу с прямой спиной. Спасибо за внимание. Наша практика на сегодня завершена. Успехов вам. Здоровья. Всего наилучшего. Намасте. Спасибо. Намасте. Спасибо большое. На здоровье. Что там? Да что-то потянуло. Шея болит. Слушай, я так проголодался. Пойдем перекусим чего-нибудь. Да, давай. Я тоже есть хочу. Давай в то место, где мы были в прошлый раз. За углом? Да. Там такой вкусный цесарь. Да. А я себе закажу семгу на пару. По-моему, твой телефон звонит. Да, по-моему, мой. Да, привет. Привет. Слушай, может заедешь ко мне в ресторан? Пообедаем вместе. Я не могу. Я уже с Ксюшей договорилась. Мы сейчас с флористом поедем. Ну так перенеси. Я же все-таки вылетаю завтра. Я сейчас не могу разговаривать. Она рядом. Мы идем к машине уже, понимаешь? Понятно. Я ничего уже не могу сделать. Все. Давай дома встретимся. Хорошо. До вечера. Пока. Аман Сергеевич Павельков. Восемьдесят четвертого года рождения. Интересно. Сеня идет за ними. Сейчас еще пару фоток пришлет. Олег. Может, давай сегодня на озера рванем? С ночевкой. Порыбачим, выпьем. Олег. Я завтра лечу в командировку на пять дней. Достань мне всю грязь за это время. Желательно с подробностями. Хочу, чтобы эта дрянь после развода осталась без копейки. Поехали, Паша. Поехали. Олег, ты в порядке? Я могу чем-то помочь. Уже помогает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok